Всем привет! Как думаете, почему у меня рука сейчас лежит на камере? Ну, готовы? Три, два, один. Привет! Сегодня немножко необычный у меня облик. Как вам? Наконец-то у меня дошли руки до АСКафе. Наконец-то я могу записать ответ на вопросы. Вопросов скопилось много. Спасибо, что пишете мне в мой профиль на АСКафе. Ссылку на профиль я оставлю, как обычно, в описании. И давайте начнем отвечать на вопросы. Итак, голос какого певца или певицы ты бы позаимствовала? Я, честно, даже не знаю, потому как. Меня, в принципе, устраивает мой голос, поэтому не думаю, что я бы что-то стала менять в нем. Ну, да, пусть немножко грубоватый, какой-то такой, ну, не очень такой, казистый, скажем так. Ну, голос как голос. Следующий вопрос. Как тебе можно понравиться? Никак. Мне понравиться никак уже нельзя, потому что у меня уже есть тот, кто мне нравится. Вот. А в плане как подружиться, то мне нравятся разные люди, с которыми интересно пообщаться, которые любят общаться, которые открыты для общения. А те, которые молчаливы и думают, что к ним надо как-то подбирать подход, то я таких как-то обхожу стороной. И я таких не приветствую. Следующий вопрос. Сколько раз в день ты расчесываешься? Ребята, я понимаю, что камера двигается. У меня, опять же, селфи-палка, телефон, потому что, к сожалению, моя камера после записи видео про бабы Гарри Поттера села, и я так не зарядила ее. Поэтому, опять же, прошу снимать на селфи-палку. Вот, поэтому в уши без лениц, но так вот пока получается. Итак, сколько раз в день я расчесываюсь? Я расчесываюсь достаточно много, потому как волосы у меня хоть и не такой длинный, не такой длинный длинных, длинная дына. Что я несу? Я расчесываюсь довольно-таки много, потому что волосы путаются, волосы полстятся, и я иногда завидую даже тем, у кого волосы короткие. Потому что им реально хорошо. И мне надо много раз расчесываться. Так, у тебя есть хоть одна вещь из секонд-хенда? Как ты относишься к людям, которые там одеваются? Секонд-хенд нормально отношусь. У нас в городе есть мега-хенд, где были вещи, скажем так, и я иногда сама там затоваривалась несколько раз. Я, в принципе, не считаю каким-то дозорным таким, чтобы человека избегать. Вполне нормально, у кого тоже магазин. Ну да, БУ, но если у человека тяжелая финансовая ситуация, и ему там нужна срочно какая-то вещь, то вполне нормально. Можно и там приобрести себе какой-то вид одежды. Там обувь, кофту или еще что-то. Но относительно того, что нижнее белье в таких магазинах, я категорически против. Потому что это не гигиенично, это трэш, это ужас. Потому что в данном случае это просто неприемлемо. То есть, получается, вы просите даже не надели чьи-то трусы. Вот. Так. Дальше. Разбегались на ночи глядя. Кошки. Старшие и младшие. Так. Под какой песней поднимается твое настроение? Так как мы недавно были с дочкой на фестивале музыкальных пузырей и фестивале красок, там было несколько композиций, которые мне запали в душу. Я с радостью их нашла ВКонтакте. Я их нашла в ВК. И я их слушаю зачастую. Я напишу названия, но не буду их включать. Потому что это монетизация, это может быть бан-видео. Поэтому не буду включать их в прямом эфире. Я напишу только названия, где-то будут здесь у меня. Вот. Сколько раз в год ты отдыхаешь или путешествуешь? Ни разу я не путешествовала, так как у меня семья, так как у меня маленькие дети. Я в данный момент, в данное время пока не путешествую. Я пока нахожусь дома. Камера гуляет. Камера гуляет. Пока устала. Да. Черт, придется выдадить. Максимум, куда я ездила, это к родне моего супруга. За 7 часов от моего города. Это дневник, куда я путешествовала. Это было очень давно, до рождения моих детей. В будущем я планирую посетить Анапу и Черное море, скорее всего. Анапа, наверное, и Черное море, скорее всего, это одно и то же. Или я сейчас просто глючу. Потому что я забыла. Какие чувства ты испытываешь, когда тебя исправляют или делают замечания незнакомый человек? Смотря какое замечание он мне делает. Если это касательно моего внешнего вида, если что-то там не так с моим внешним видом, я, в принципе, реагирую спокойно. Я вообще, в принципе, реагирую спокойно на все замечания. Если это какой-то неадекватный человек, как бы начинает придираться ко мне, то я, в принципе, таких людей просто инновирую и даже не обращаю на них внимания. Если незнакомый человек, как говорится, правильное замечание делает, то есть по делу, то я реагирую вполне докладно, вполне нормально. То есть я не кидаюсь там, типа, а, закрой свой рот, ты что вообще ко мне лезешь? Вот. Я спокойно к этому ко всему реагирую. Ты когда-то влюблялась в кого-то безответно в интернете? Ой, это было далёком-далёком прошлом. Это когда я ещё училась в школе. Мне надо было лет 16. Мне понравился один молодой человек. Он был старше меня на два года. Я влюбилась в него по самые уши. Но, к сожалению, он был, во-первых, от меня далеко. Во-вторых, это была безответная любовь. То есть я ему не симпатична была. Поэтому он мне сразу сказал, что, извини, дорогая, арвар. Вот это поворот! И всё, после того раза я уже ни в кого не влюбилась через интернет. Кто в твоём кругу друзей самый важный для тебя человек? Есть у меня друг. Он не только мой друг, он ещё друг моего мужа. И он очень важен для меня как бы как друг. Я очень ценю его мнение по разным вопросам. Я могу с ним пообщаться на любые темы. Могу с ним дурака повалять, скажем так. То есть у нас довольно-таки дружеские отношения. И мне это реально нравится. К сожалению, в последнее время мы не можем часто видеться. Потому что у человека тоже своя жизнь, своя работа. И надеюсь, что в ближайшее время он к нам в гости придёт. И я думаю, если этот друг смотрит это видео, он понял, кто это. Даже приёмте пламенный привет. Легко ли тебе открывается новым людям? Ну, как сказать легко? Не совсем легко. Ну, как бы я тяжёлый сам по себе человек. Я очень улыборочно отношусь к своим параметрам. То есть мне открыться очень трудно. Я закомплексована. И я могу просто, как бы люди ко мне открыто идут. А я могу закомплексовать и забиться просто в угол, бояться сказать что-либо лишнее, боясь, что а вдруг я допущу какую-то ошибку. То есть это опять же в моей голове где-то всё это сидит. И я постоянно комплексую. И как бы когда ко мне люди подходят, которые хотят с ним пообщаться, они улыбаются, допустим, разговаривают со мной, а я съёжившись. Потому что я не знаю, какие шаги неправильно никому поставить, как правильно подойти к данной ситуации. И мне приходится немножко напрягаться в этом плане. Поэтому открываться мне тяжеловато. Как думаешь, любовь существует или это выдумки? Любовь существует, она действительно есть. И в данном случае я скажу так. Любовь, она очень редкий случай, когда люди безответно друг друга любят. То есть это такие моменты, когда человек ради другого, человек готов на всём, готов просто горы свернуть. Он готов пойти поперёк горла, как говорится, тем, кто раньше был для него как наставником. То есть это человек, который в любой момент готов подорваться, побежать на помощь тому, кому он испытывает чувства. Поэтому я думаю, любовь существует. Но в моём понятии такая любовь, а в других случаях она всегда по-разному. Уйдет. Кто-то по знаку зодиака. Я по знаку зодиака дело. Сну по себе милое дело. Сразу мне немножко. Сократ Свердалу. Если попадётся хорошая жена, будешь счастливым. А если плохая, ну не плохая жена. Плохих жён, мне кажется, не бывает. Бывают те, которых нужно подучить. Точнее не только подучить, а показать, как правильно нужно действовать. То есть есть хорошие жёны, есть жёны, которые, скажем так, очень сильно зажимают своих супругов. Очень сильно. И в такие моменты даже немножко их жалко. В общем. Потому что мужчина в первую очередь должен чувствовать… что эти… Так вот о чём-то я не прошёл, что кто-то, скажем так, излятор шума по братьев, потому что я снимаю видео довольно-таки поздно. Сейчас три часа ночи, все спят, поэтому я только сейчас могу записать свой видеоролик. Вот. Поэтому мне почему жаль таких мужчин, потому что мужчины в первую очередь должны чувствовать свободу в ограниченном понимании. Потому что если мужчина поставит на поводке, то это будет уже не мужчина, а собака, которая вот дал команду, она принесла. Вот. Мужчина в первую очередь тоже человек. У него есть свои потребности, у него есть свои интересы. Если мужчину всего лишить, это уже будет не то. Отношения будут испорчены. Я это могу сказать только по своему как бы опыту, да, но я не говорю, что другие жёны должны именно так же поступать. У всех семей своего как бы, свой семейный мир разный. В моём понимании, да, мужчина должен иметь некоторую свободу. То есть он не должен быть постоянно ограничен в чём-то. Если мужчина хочет куда-то пойти с друзьями погулять, да, там пойти в боулинг, в бильярд или там, да, сложно сказать, куда ещё может съездить. Их можно опустить спокойно. Я, допустим, своего супруга спокойно отпускаю на дачу к его другу. Не другу даже, а коллеге по работе. Потому что я, в принципе, знаю, что там ничего не будет, то есть никаких там, вы понимаете, там, жилищных женщин и всего остального. Всё там, в принципе, цивилие. Поэтому мужчина должен быть, в первую очередь, должен чувствовать то, что он наравне с вами, а не ваша личная вещь, которую только вы имеете право там влево, вправо двинуть. Или там дать команду, там, принеси деньги, принеси зарплату. Или а ну-ка, собрал свои носки или там что-то ещё, понимаете. То есть я считаю, что вот именно так. С кем бы тебе дико хотелось познакомиться, но ты не можешь. По какой причине? Дико познакомиться? У-у-у. Я даже не знаю, честно говоря, с кем бы я хотела дико познакомиться, но даже могу ответить на этот вопрос, честно говоря. Может, с какой-нибудь популярной звездой, там, любец, видеоблогера. Я не знаю, честно, ребят, не могу сказать. Что, по-твоему, самое важное в жизни? Для меня самое важное в жизни – это моя семья. Это благополучие моей семьи. В том плане, чтобы не было ссор, не было скандалов, недомолвок, не было таких вот моментов, когда хочется разойтись и забиться где-нибудь в уголок. Важное в жизни – это вырастить детей, поднять их на ноги, дать им хорошее будущее, насколько это возможно в нашей ситуации. Быть с нашими детьми друзьями, чтобы они не скрывали ничего, чтобы они не делали глупостей, чтобы, если какие-то у них начались затруднения, не могли подойти к нам с мужем и сказать, там, мама, папа, у нас какие-то проблемы. Для меня важная в жизни – это моя семья. Больше ничего. Ни карьера, ни какие-то другие ценности. Для меня семья – самое важное. Так. Кого из бьюти-блогеров можешь посоветовать? Бьюти-блогеры? Ух. Ух. Честно говоря, я не знаю. Я бьюти-блогеров не смотрю. Никак. Я смотрю в бьюти-блогеров, как бьюти-блогеров. Но связанных с косметикой я не смотрела. Связанных с перекрасками волос, там, да, вот мне очень нравится Селена Слей. Вот это просто, не знаю, та женщина, которая настолько красочно всё делает и так по-домашнему, так уютно, вот в её видеороликах себя чувствуешь, ну, когда их смотришь, просто как будто ты рядом с ней сидишь на данный момент или напротив неё. Мне она очень нравится. Там, да, ну, именно вот в плане перекраски волос и там различные другие в видеороликах. У тебя есть подруга с самого детства? Если есть, то кто? Да, у меня есть подруга с детства. К сожалению, мы сейчас с ней не общаемся, потому что, ну, как бы, разные люди, разные, как бы, высоты. То есть она человек творческий, я же человек домашний. Я, скажем так, я мама, то есть я семейный человек, я никуда не хожу, поэтому мы с ней мало общаемся. А так, да, у меня есть подруга с детства и мы знакомы с 5-6 лет, по-моему, очень много времени нужно. А ты любишь сюрпризы? Я люблю сюрпризы, но когда они, скажем так, приятные сюрпризы, приятные такие подарки какие-то. Скажу честно, по кому ты скучаешь? Я, ну, в данное время скучаю по сестре, как бы, ну, мы с ней мало общаемся, редко общаемся, точнее. В последнее время практически вообще не общаемся, потому что, ну, на то есть причины. По папе скучаю, потому что он часто в командировках. И он приезжает мне на 20 домой. И, точнее, на 20 побольше, наверное, я просто плохо помню. Насколько дней он, честно, приезжает. Он приезжает и, практически, сразу уезжает в другой город. И мы с ним очень редко видимся. И по нему я скучаю, хоть и редко ему, конечно, звоню. Ну, по той причине, что не успеваю просто физически. Как часто покупаешь новый шмот? В последние месяцы я купила себе пять вещей. Это впервые такая покупка за несколько лет, наверное. Потому что все эти годы я сидела дома и никуда не выходила. Ну, и беременность в основном. И маленькие дети мне не давали толком никуда сходить, чтобы что-то себе приобрести. Сейчас, да, я вот ездила недавно в магазин H&M и приобрела несколько шмоток. Если есть что-то, чем бы тебе хотелось заняться, но ты все время это откладываешь на потом, но по какой-то причине не очень доходят руки. Так, я, наверное, не понял, зачитала вопрос. В общем, не доходят руки. Мне довольны снять влогов по АСКФМ и по некоторым видеороликам. Не хватает времени просто физически. Я выматываюсь по самые уши. Сейчас, тем более, буквально почти две недели, если не было горячей воды, и это было ужасно. Тазики постоянно отнимали столько времени накипятить воду и воспитывать с детьми, посидеть, сделать свои дела. И вот эти влоги, которые я выпускала, это очень много времени отнимает. У меня монтаж видео отнимает почти 3-4 часа. Хотя, конечно, поэтому не видно, что там столько времени у него угрохано. Но поверьте мне, я очень стараюсь, чтобы мое видео было качественным и было интересно смотреть именно картинку Ани. Какие-то шуршали. Сколько у тебя пары бим обуви сфотка любимого? Фото я приложу вот сюда, на мою ладошку. Пар любимых обуви у меня несколько. Я обязательно сфотографирую и вот положу сюда. Это кроссы, это балетки, это типа тапочки такие. Должна выход. Так. Как любят называть тебя твои друзья? Поигни. Даша. И всё. Больше никаких там замечательно ласкательных имен у меня нет. Как ты ухаживаешь за волосами? Ох, ну вот это вопрос такой чисто тяжело на рассуждение, потому что ухаживаю за волосами сейчас я очень тщательно, так как у меня волосы осветлены и они требуют очень большого ухода. И получается, что мне нужны именно такие средства, которые именно для улучшения, утолщения структуры волоса, увлажнения. Потому что волос сам сухой из-за вот осветляющей пудры, из-за всего вот этих вот экспериментов с волосами. Я постоянно пользуюсь масками, маслами, это обязательно атрибутика, потому что если я не использую масло, это всё, это трежь для моих волос. То есть они будут как солома, как веник сухой. Наверное последние два вопроса. Ребята, это кошмар. Приходится снимать ночью, я не мешаю свою супругу немного спать, но что поделать у меня, мне вообще никакого времени снимать. Ну, прямо на путь. Я сейчас лежит. Спит. Кошмар. Я тебя красно сажу. Покажи фото своего повседневного вечернего мейка. У меня мейк отдельно все случаи жизни. Вот у меня сейчас стандартный мейк. Это мейк на повседневку. Если же это вечерний мейк, то я добавляю некоторую такую тень в внешний угол глаза, чтобы немножко типа smokey eyes. И последний вопрос. Привет. Ты знаешь, да, ты не знаешь случайные варианты, как парню приучить читать книги? Ему нравится, что я читаю нового, а сам читать не хочет. Ну, совсем-совсем никак. Ну, я не знаю, когда нас очень научить читать. Честно говоря, я сама не люблю читать, но у меня супруг очень любит читать книги. И вот он мне буквально скажет сюжет, заинтригует как-то, да, вот сюжетом книги. И мне приходится читать, потому что меня это заинтересовывает. Поэтому попробуй как-то сюжетами заинтриговать книги, сказать, а вот знаешь, я тут прочитала такую книгу, там такой вот сюжет. И так, знаешь, вкратце немножко рассказать. Но так, чтобы это была интрига, чтобы ему было интересно почитать ее. Я думаю, может быть так. Ну, честно, не знаю. Ладно, ребят, вы столько вопросов мне задавали, я тут их посмотрела. Но в основном некоторые повторяются, поэтому я ответила на самые такие интересные вопросы. Пишите снова свои вопросы, я обязательно на них еще раз отвечу, когда у меня дают руки до этого. Всем спасибо за просмотры. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видеоролики, что вам нравятся мои видеоролики. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Это обязательно. Подпишись, ставь колокольчик. И ты всегда будешь знать, когда на моем канале появится новое видео. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok